Музыка Сегодня в общественном пространстве нашего родного университета происходит явно нерутинное, нестандартное событие. У нас в гостях замечательный человек, гражданин, священнослужитель Русско-Православной Церкви, протоиерей, клирик Храма Святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, известный проповедник и миссионер, телеведущий. Несколько слов о нашем госте, но перед этим давайте поприветствуем уважаемого отца Андрея. В 15-летнем возрасте Андрей Юрьевич Скачев поступил в Московское Суворовское училище, а позднее в военный институт Министерства обороны, тогда еще Советского Союза. С 1992 по 1994 год учился в Киевской духовной семинарии, 6 мая 1993 года во Львове был рукоположен в Сан-Дьякона, а 5 ноября 1993 года в Сан-Священника. В июне 2014 года переехал в Российскую Федерацию. После переезда неоднократно произносил проповеди на патриарших богослужениях в Храме Христа Спасителя в Успенском соборе Московского Кремля. Указом от 12 октября 2017 года Андрей Ткачев назначен штатным клириком Храма Святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Отец Андрей – автор книг и статей, ведущий ряда телепередач на православных телеканалах. В ноябре 2021 года ютуб-канал Андрея Ткачева имел почти 900 тысяч подписчиков и более 200 миллионов просмотров. Отец Андрей – отличный семьянин, женат, в семье четверо детей. Вот что называется, человек, который утверждает ценности российской семьи не только словом, но и делом. Мы приветствуем его высокопреподобие в наших стенах, и я приглашаю отца Андрея к микрофону. Ждем вашего выхода. Здравствуйте, друзья. На сегодняшний день церквей, действующих постоянных капитальных храмов и молельных комнат в России можно насчитать огромное количество. В отличие от тех недавних времен, когда в студенческом возрасте, например, был яма и сверстники, сегодня в каждой больнице есть храм или молельная комната, в каждом большой воинской части соединения военного училища есть храм или молельная комната, в каждой тюрьме, что чрезвычайно важно, есть храм или молельная комната, есть храмы кладбищенские, есть храмы кафедральные, простые, приходские, монастырские, мирские. И только проблема существует с образовательными храмами, с храмами в гимназиях, университетах, институтах и школах. Это единственное тяжелейшее место в этой сфере образования, куда с огромным трудом проникает свет Христов, который должен просвещать всех. В этом есть, собственно, один из вызовов современности, вот под темой духовный выбор человека и вызова современности. Это реальный вызов. То есть если ты заболеешь, а больница – это место, где многие находят Бога, к сожалению, именно больница. Пока ты бегаешь, носишься, потом вдруг лёг и боишься, что не встанешь. Это точка силы, в которой многое в тебе меняется. В это время у человека возникает полная переоценка ценностей, и то, что он раньше любил всей душой, он начинает презирать и ненавидеть, как Пушкин говорит, с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. А то, что он раньше не замечал, вдруг становится ему интересным. И к нему придёт священник, в больнице всегда придёт. У нас с этим сегодня проблем нет. Раньше были, сейчас нет. Если он в армию пойдёт, от мамки оторванной, сядет на, так сказать, на более суровую пищу, на режим, да ещё и сами знаете, что армия – такое дело. Она не для парадов существует, она существует, чтобы убивать и умирать на самом деле. И там человеку, привыкшему к комфорту, к тому, что у него горячий суп на столе без его усилий, и кровать, застеленная они им, попадающим в эти спартанские условия, сильно будет плохо. Будет ему тоскливо, нудно, страшно, больно. И там будет священник где-нибудь рядом. По крайней мере, там будет легко найти священника. При желании. Ну, помрёшь, ясно, что отпоют. И даже если в тюрьму сядешь, и там тебя настигнет Евангелие, и там ты всё переоценишь, и там поймёшь, за что. Знаете, был такой прекрасный писатель швейцарского происхождения Фридрих Дюренмат. У него совершенно гениальный роман «Визит дамы». Это она есть в форме пьесы, он есть. И там этот Фридрих Дюренмат говорит, что если современного человека без объявления вины схватить в любом месте, на улицу, дома и посадить его в одиночную камеру, без объявления вины, повторяю, через несколько часов он будет знать, за что. То есть человек – это подсудимое существо. И он знает, так сказать, что он во многом виноват. Он просто об этом не помнит или не даёт себе труда сконцентрироваться на внутренней своей жизни. А вот, допустим, в тюрьму попадая, он тоже имеет возможность всё переоценить. И там тоже найдёт его благодать. Там тоже будет священник или монах. Там будет храм или молельная комната. А оно только в институтах и университетах, только в школах и гимназиях, только в колледжах и техникумах. У нас либо нет вообще храмов, либо, если они есть, они выполняют декоративную функцию, ну так, чтобы было, чтобы отчитаться, что есть. А учащаяся молодёжь как бы отдана на ветер своей головы. То есть как бы как у Соломона. Веселись, юноша, и ходи по путям сердца твоего. Но знай, что потом за всё это Бог приведёт тебя на суд. И на сегодняшний день вот эта среда учащаяся, молодёжная учащаяся среда, она самая проблематичная в целом букете отношений. Ну, не в последнюю очередь, именно в том, что вот эти евангельские лучи туда, в эту толщу, такую многолюдную толщу, уверенных, что мы уже всё знаем, читающих умные книжки, открытых ко всем ветрам мысленных движений молодых людей, как бы, значит, они проникают туда очень тяжело. Я буду говорить вам то, что я думаю, но на каком-то этапе я помолчу чуть-чуть и попрошу вас, что вы как-то, может быть, мы потом, может быть, перейдём в той части беседы в фазу интерактивного общения. Может быть, что-то захотите спросить или что-то там прореагировать. Поэтому имейте в виду. Я не думаю, что вы боязливые, трусливые, зажатые, закомплексованные. Я уверен, что вы бесстрашные, смелые, даже слишком, наверное, раскомплексованные, свободные люди, которые никого не боятся. Я просто даже уверен в этом. Поэтому я бы хотел, чтобы вытащить вас на диалог в конце. А пока что вот по теме я вам скажу вот что. Значит, выбирать можно только-то, если, значит, вот духовный выбор. Многие папы и мамы говорят, я не буду крестить ребёнка, не буду учить его, скажем, не обрезывать, не прививать ему религиозную традицию. Я подожду, пока он вырастет. Пусть он выбирает сам. Это очень распространённая точка зрения. И её исповедует довольно большое число людей. Давайте разберёмся с тем вопросом. У вас наверняка были какие-то панические моменты, когда вы приходили в какое-то изобилие, товарное изобилие, в какой-то супермаркет, какой-то мегамол, когда у вас буквально разбегались глаза, и даже если вы ничего не хотели покупать, переступая порог, то когда ты видишь, ты сразу хочешь. Такое чувство может возникнуть, например, в библиотеке, когда ты, если любишь книги, например, попадаешь в какую-нибудь книжную ярмарку, или книжный магазин большой специализированный, или в лавку букиниста, и ты понимаешь, панически понимаешь, что ты хотел бы прочесть всё это, но одной жизни для этого не хватит. Чтобы всё это купить, нет денег, и нет места где-то складировать, если даже купишь. А чтобы прочесть это, у тебя не хватит ни сил, ни времени. Очень жалко. Но это и есть выбор. Когда у тебя есть всё, и ты можешь свободно выбирать из всего. А вот в религиозном отношении, как, например, человеку выбирать между католицизмом, например, и православием, даже внутри христианства. Это же нужно сначала хорошо изучить, предметным образом изучить католицизм. А я вас уверяю, на это уйдёт немало времени. Для того, чтобы даже поверхностно познакомиться, например, с музыкой, монашеской традицией, архитектурной традицией, бегло прочесть историю развития римской церкви, на это уйдёт какой-то годик, два-три. Тебя может всосать эта тема, так что он тебя потом всю жизнь не отпустит, кстати, ещё. А тебе ещё нужно православие изучить. Для того, чтобы изучить православие и католицизм, предметно изучив, выбирать. Только такой выбор будет признан хорошим выбором. Когда ты знаешь то и знаешь это, и сознательно выбираешь это, и можешь объяснить свой выбор. То есть не потому православный, что ты русский и родился в России, а ты потому православный, что ты хорошо изучил это, это, и сознательно выбрал это, и можешь объяснить свой выбор. Вы видели таких людей? Их много? Можете представить, какая там масштабная задача, такой сознательный выбор на прелигиозной традиции? Большинство людей относят себя к той или иной религии по факту родства, по факту происхождения. Но, как сказал один раввин, что если ты еврей только потому, что родился в еврейской семье, иудей, если ты, скажем, мусульманин только потому, что родился в Таджикистане, то если бы ты родился в Булочной, ты был бы Бубликом. Это не считается. Человек должен сознательно и осознанно пропустить через себя свою собственную религиозную традицию и дать себе ряд ответов на самые жесткие вопросы. Насколько она соотносится с истиной? А что еще вообще есть? И как к этому относиться? Это мы только два берем, только православие и католицизм, которые, в принципе, совпадают по целому ряду важнейших вопросов до неразличимости. А где-то расходятся, очень серьезно расходятся. Выбирай. А мы еще не трогали ни ислам, ни иудаизм, ни ламаизм, ни буддизм, ни современные секты и харизматические движения. Попробуй это все изучи для того, чтобы сделать сознательный выбор. У тебя из жизни не хватит. А между тем только это и есть условия настоящего выбора. Поэтому, например, если у меня рождается сын или дочь, я хочу, чтобы он вырос и сам потом выбрал. Мне нужно, чтобы он к 16 годам, к 18 годам, к моменту сознательного выбора, чтобы он все годы своей жизни провел в детальном, предметном и конкретном изучении всех существующих религиозных традиций, попадающих в поле нашего зрения. Таких людей нет в принципе. Я таких не видал. Таких нет. Поэтому в любом случае сознательный выбор предполагает предметное знакомство. Современный человек довольно невежествен. В самых принципиально опорных, таких самых аксиоматических, самых фундаментальных, как воздух таких, фундаментальных до невидимости. Без него совершенно невозможно жить. И о нем никто не думает, потому что его не видно. Дышишь, да и дышишь себе. Религиозные вопросы, эти аксиоматические вопросы, они настолько нужны человеку, но они как воздух, собственно, и о них не думаешь в повседневности. И вот именно в этой части принципиальных вещей современный человек становится еще более диким, диким и диким. Еще более невежественным, невежественным и невежественным. А вместе с тем нам навязана повестка, такая вот, что мы должны сознательно выбирать что-то. Как мы можем что-нибудь сознательно выбирать, если мы вообще ничего не знаем? Есть такой анекдот. Анекдот вообще-то очень интересная такая малолитературная форма. Анекдот. Это не просто ха-ха, это малолитературная форма, которая выигрывает или проигрывает от качества исполнения. Потому что одни люди умеют рассказывать анекдоты, другие не умеют. И анекдот теряет всю свою ценность, весь свою соль, весь свой цимес, как бы в зависимости от того, кто его рассказывает. Так вот, у меня есть несколько любимых религиозных анекдотов. Один из них говорит следующее. Это, по сути, притча, а не анекдот. Жил-был на свете некий человек, которого боялись все религиозные деятели. Он настолько хорошо разбирался в церковных соборах, в догматах христианства, в священном писании Нового Завета и Ветхого, что его боялись все священники, и епископы, и монахи. Он затыкал их за пояс на раз-два. Он критиковал их, ставил им такие вилки, вопросы такие. И они терялись от разговора, не боялись его, короче. Но мало того, его боялись все мусульмане, потому что он прекрасно знал Аль-Коран, и прекрасно разбирался, что такое шиизм, что такое сунизм, что такое то, что такое это. Какие масхабы есть, какие грехи там есть, какие слабости есть. Они тоже от него убегали. Он им такие вопросы задавал, что они не могли с ним бороться. Его боялись, мало того, еще все иудеи, потому что он хорошо знал святую Тору и прекрасно разбирался в иудаистической традиции, знал, что такое Мишна, Гемара, Галаха, Агадай и так далее. И они все боялись его, потому что он ставил им такие вопросы, что они тоже боялись его, от него скрывались. А он сам позиционировался как атеиста. Вот такой уникум. К этому уникуму пришел некий молодой человек и говорит ему, вы мой кумир, я восхищаюсь вашей деятельностью. Я тоже атеист, я тоже не хочу не знать никаких богов, ничего, так сказать, я отрицаю все это, эту метафизику. Но вот так, как делаете это вы, я просто восхищаюсь. Я хочу, чтобы вы меня научили. А этот дяденька говорит ему, милый, а ты когда-нибудь выстаивал воскресную всеночную в женском монастыре? Он говорит, нет, я уже вам сказал, что я атеист, мне это неинтересно. Ясно. А ты знаешь, примерно сколько часов в день в среднем раввин, обычный раввин проводит над чтением книг своего предания? Ну сколько? Час, два, три, восемь, сколько? Каждый день. Он говорит, я никогда этим не интересовался, как бы мне плевать на это, потому что я атеист, как я вам уже сказал, я не могу этого знать, мне это неинтересно. Ясно. А ты знаешь, почему одеваются белые мусульмане, когда идут в Мекку, совершают хадж? Вообще зачем этот хадж нужен? И вообще что они там говорят, когда бегают вокруг, ходят вокруг Каабы или кидаются камнями возле горы Арафат? Он говорит, нет, я этого тоже не знаю. Он спрашивает разные всякие вещи такие там. Говорит, в конце концов разговор их приходит к логическому понятию, финалу. Молодой человек в который раз повторяет уже, что я атеист, мне это все неинтересно, я этого все знать не могу. Мне просто нравится, как вы их отбреваете, так сказать. На что этот взрослый потенциальный учитель говорит ему, молодой человек, ты не атеист, ты дурак. Для того, чтобы быть атеистом, нужно знать что-то, нужно пройти через какое-то гранило. Ну какой-нибудь там, скажем, Герцен наш, не самый умный, не самый гениальный, скажем так, по крайней мере, не самая добрая фигура нашей истории, но даже у этого человека были такие, знаете, русские горки, значит, когда он простаивал на коленях по полночи перед распятием, когда он жарко молился Богу живому и получал ответы, кстати. А что произошло потом, значит, там надо разбираться. И не разберешься же, главное, потому что душа человеческой потемки, это тут черный ящик, в котором хранится тайна всего происходящего на борту. То есть вот с этим черным ящиком очень трудно разобраться, да? Там все самое огненное, самое тонкое, но вместе с тем нервущееся, все самое острое и опасное, самое вдохновенное и горячее, все самое перченое, все самое странное и самое вдохновенно гениальное располагается в области религии. И именно в этой области современный человек абсолютно дебилен, добровольно дебилен. Он скользит по поверхности и пытается как можно быстрее съехать в сторону, потому что он чувствует, что там, вот в этой сфере, в которую трудно залазить и страшно залазить, там как раз живут самые огненные вопросы, с которыми очень трудно жить, без которых легче обойтись, конечно. С которыми рано или поздно все равно встретишься, как бы ты ни убегал от них, они все равно догонят тебя и станут прямо глаза в глаза перед тобой, ты от них не убежишь. На время да, навсегда нет. Это все очень хорошо чувствуется людьми. Поэтому люди берут отпуск и соглашаются до времени, до времени бегать всю жизнь, пока это возможно, от самых жгучих вопросов современности, от самых жгучих вопросов метафизики или личного своего бытия. Ну, это то, что называл Достоевских проклятыми вопросами. Помните, что такое русские мальчики по Достоевскому, по братьям Карамазовым? Это когда один брат и другой брат встречаются после очень долгого перерыва. Один из этих братьев, Ваня, объездил всю Европу, слушал лекции великих профессоров в зарубежных университетах. Ну, как этот самый, с душой прямо геттингенской. Возвращается на родину, до корня волос отравленный западными современными идеями. Алеша – это полная противоположность. Это человек полумонашеского типа, который одной ногой уже в монастыре, второй пока еще в миру. И он весь такой, он реалистично верующий. Достоевский, кстати, там выписывая Алешу, он не был ни мистиком, ни фантазером, ни мечтателем, ни любителем сновидений. Он был очень реалистичный, розовощекий, нормальный, крепкий парень, который просто понял и почувствовал, что Бог есть, а раз есть, значит, отвернись от всего, иди, бери крест, иди за мной. Тут нельзя туда-сюда отдавать только бедному пятачок и ходить только к обедни. И вот эти два братца сходятся в трактире за чаепитием. Они не видели друг друга очень давно. И темы для разговора у них могли быть самые понятные и самые интересные для двух родных взрослых братьев. Ну, говорит там, Ваня, а ты любил когда-нибудь, допустим, а у тебя была девушка, например, а почему ты не женился до сих пор там? А что самого великого и интересного ты видел, скажем, в Гамбурге, или в Дрездене, или в Вене, или в Венеции? А расскажи, каких великих друзей ты повстречал на своем пути? А что, от чего болит твоя седра? А ты, Леша, как тебя занесло в монастырь? Ты же такой молодой красивый парень, наверняка на тебя девушки засматриваются. Почему монастырь? Почему ты в этом подряснике, в этой скуфье? Ну, короче, им было бы о чем поговорить. Вместо этого они рассуждают сразу с моста в воду об одном вопросе. Бог есть? Ты скажи мне, Леша, Бог есть? Спрашивает Ваня. Два брата родных встречаются после долгого перерыва. По Достоевскому это есть русская душа. Это душа, которая может не замечать огромное количество бытовых несуразностей, каких-то мелких сложностей, и вообще всякого такого, ну, всякого такого. Но она вот говорит, а душа бессмертна? Душа есть вообще или нет? Или это только вот, или мы как эти самые, как базаровская жаба подопытная? Есть душа или Бог есть или нет? Есть бессмертие или нет? Вот им это интересно. Это, собственно, и есть как бы русский характер. Кстати говоря, у меня эта мысль когда-то пришла, и я при ней остаюсь. Ну, во-первых, русские люди делятся на две категории. На читавших Достоевского и не читавших Достоевского. Это совершенно разные русские люди. Две разных категории людей. Они даже как вода и масло не смешиваются. У них обязательно разные политические взгляды. У них разный быт, разные мысли, разная семейная судьба. У них вообще все разное. У читавших Достоевского и не читавших Достоевского. Поэтому пока ваша работа это читать, потому что потом вашей работой будет что-то другое. Кто-нибудь из вас закончит университет, но будет работать барменом. Такие случаи есть. Или будет продавать китайский шерепотреб на базаре. То есть диплом будет, а работы по профессии не будет. Ну потому что я не хочу. Потому что я учился только потому, что меня папа с мамой туда запхали. Ты учись, учись. Ну я учусь, ну выучился. Но я никогда этого не любил, поэтому работать будут в другой сфере. А другие закончат и полюбят то, чем занимались, и будут работать в своей сфере. То есть на них недаром будут потрачены интеллектуальные и материальные средства. Но в любом случае, когда начнешь работать, ты читать будешь мало. Ну меньше. А пока что твоя жизнь это учеба, а учеба это чтение, большая доля его. Так вот нужно прочесть. Федор Михайлович обязательно. Потому что один из немногих способов быть настоящим русским. Ну таким, до конца. Так что тебя разбудили, ты говоришь, да, есть. Душа есть и Бог есть. И все, что там есть в этой небольшой книжонке под названием Евангелие, там все правда. Надо прийти к этому через многие разные вещи. Так вот, я вот уверен, что мы... Почему, например, русский народ сегодня... Сегодня это все тот же самый русский народ. Например, может возникнуть вопрос. А может мы уже другие? Может быть, те люди, которые умерли под Бородино, например, там, или те люди, которые входили в Париж при Александре Первом, там, или те люди, которые, скажем, там, запускали Гагарина в космос, допустим, даже вот те недавние еще, исторически недавние люди. Ну уж тем более те люди, которые там стояли на калке, вот, или там, не знаю, ну и так далее. Может быть, это были уже другие люди. Может быть, мы уже с ними имеем только очень отдаленное какое-то сродство. Как, например, домашняя собака какое-то сходство имеет биологическое с диким волком. Но это какие-то совершенно разные существа. Может быть, мы уже давно стали какими-то ручными псами на поводке. А вот те вот когда-то были такие действительно матерые, живые, свободные звери. Такой вопрос возникает постоянно. Особенно в свете современных событий. Может быть, мы уже не можем ничего, ни бамп достроить, как бы, значит, ни в атаку пойти, как бы, ни много детей нарожать. Например, что, например, не может современный человек? Современный человек совершенно не умеет петь. Вот величайшая антропологическая вещь, которая доказывает, что мы обнищали до края, до нищеты полной. Люди раньше всегда пели. Вам всем известно, что для того, чтобы петь, нужно иметь особое настроение духа. И поющий человек от непоющих, опять-таки, отличается, значит, как сокол в небе, там, от курицы во дворе. Курица – это тоже птица, как бы, значит, но ни петь, ни летать она не может. А там любое что-нибудь другое, то, что летает, как бы, оно хоть не очень красивое, может быть, и не такое вкусное, там, не такое жирное, как бы, значит, но оно летает высоко и поёт там что-то о чём-то. Чтобы петь, нужно за душой что-то иметь. Так вот, наши люди всегда пели, например. Вот они работали и пели. Ямщик, там, пьяный или трезвый, замёрзший зимой или летом, сидел и пел. Он ехал там из Твери в Москву и пел. Эти длинные, нудные ямщицкие песни. Но он пел их. Если баба качала ребёнка, она, конечно, пела. Когда они косили или серпом жали, они тоже пели. Когда мужики лес валили, они, если не пели в сам процессном рубке леса, ибо тяжело петь при таком тяжёлом труде, то они пели потом, когда садились на привал. Солдаты в строем шли, пели. Да вообще люди пели во всех житейских ситуациях. И это означает, что они жили. Потому что когда человек поёт, он, собственно, и живёт. Сейчас никто не поёт. Не только потому, что он слов не знает и мелодии забыл. Он не поёт, потому что у него душа перестала петь. Душа оглохла. Душа современного человека – это оглохшая душа. Она не то, что не слышит эту музыку сфер, этот скрип планет летающих вокруг Солнца, то, что Пифагор слышал. Это вообще непонятно. Мы-то убеждены, что мы находимся на пути прогресса, а фактически мы находимся на пути жесточайшего регресса. Например, если все философские школы мира сложить в кучу, не получит ни одного Аристотеля. Если всех философов мира слепить в одного человека, это не будет Платон, это будет меньше. То есть нет больше. То есть все философы мира могут опять заниматься Платоном, и он будет недостижим для них, для того, чтобы докопаться до его глубины и подлинной сущности. Скажем, в своё время, там, 15-16 век, там, в Германии, там, в Германии Баха, например, там, чуть позже, значит, студенческие коллективы музыкальные были настолько профессиональны, что Бах писал для них каждую неделю новую музыку и просто выкидывал им, как бы, значит, из дверей кабинета, как бы, этим. И они за два дня разучивали, и к приезду Курфюрста, например, там, в город Дрезден, исполняли перфектно, исполняли баховские вещи, которые сегодня в наших консерваториях репетируют годами. Уровень музыкальной профессиональности, вот тех немецких студентов, которые пьянствовали по вечерам, которые устраивали дуэли на шпагах, которые там были вечной проблемой любого бургомистра, но при этом, когда они вдруг начинали заниматься своим преминым делом, переводами, учёным деятельностью, музыкой, они показывали уровень, который превышает наш сегодняшний в сотни, сотни, сотни раз. Где прогресс? Где прогресс? Большой театр в городе Москва, в городе Герои, столице нашей Родины, в сердце нашей Родины, значит, на полную реконструкцию там закрывали, потом открывали, и вот, короче, его реконструировали, его не строили, его реконструировали при всех современных технологиях в два раза длиннее, чем при царе Юстиниане построили храм Великой Софии Константинопольской. Храм Святой Софии был построен, он стоит до сих пор, является самым вместительным и самым красивым храмом христианского мира. А его построили при полном отсутствии кранов башенных, бетономешалок и всего остального, голыми руками, с любовью. Построили за более краткий срок, чем мы сегодня пытаемся отреставрировать то, что построили наши предки. Где прогресс, я вас спрашиваю. Но мы-то уверены, что мы живем в прогрессе, идея прогресса – это идея под кожей нашей, и мы летим вроде бы вперед, наш паровоз вперед летит, а мы иногда просто стоим на месте, но мир – это такая жизнь, где нельзя стоять на месте и относить назад, и мы резко регрессируем. Мы глупеем, пустеем, и потом вынуждены сказать, жизнь моя, или ты приснилась мне? Что это было вообще? Это что такое было? И что я сделал? Что я достиг? Что же нам делать? О чем же нам петь? Над чьими плечами моя голова? Если хотя еще такие стихи есть. То есть я немножко убежал в сторону. Русский народ – это тот же народ? Можно спросить про любой народ. Например, современные итальянцы – это римляне? Или потомки римлян? Это большой вопрос. Современные греки генетически вообще связаны с Периклом, с Демосфеном, с Гераклитом и с Эфесом? Или это совершенно другой народ? Это очень серьезный вопрос. Русские сегодняшние – это те же русские, или это уже не те русские? Вот Достоевский написал братья Карамазовы как историю одной семейки. Заглавил этот роман так. И он вывел там несколько архетипов. Я когда-то, например, был озарен этой догадкой, я вам ее предложу, как бы, значит, на основании чего я считаю, что мы продолжаем быть русскими людьми. По крайней мере, теми, которых видел Достоевский. Он вывел одну семейку, которая, как вы помните, значит, там есть, ну, тот же самый Ваня, Иван. Это человек, который там видит беса временами, очень образован, очень циничен. Он, в общем-то, это русская душа, отравленная западными идеями. Это Ваня. У нас таких Иванов миллион. Хорошие души, отравленные новомодными какими-то изобретениями философствующего Запада. Запад – это вообще отдельная тема. Этот вампир человечества требует предметного разбирательства. Но люди, отравленные Западом, как бы, это наши Вани, их очень много. Они могут ехать за рубеж, там учиться и работать, могут не ехать никуда, не здесь. Даже более того, если они пойдут туда, в настоящий Запад, там поживут, они возвращаются влюбленными в собственную родину. А если они здесь, отсюда любят Запад, то это, как раз, самое опасное явление. Митя, если вы читали, это действительно такой безберегов душа, страстная, влюбляющаяся, готовая там в гневе прибить, как бы, значит, в порыве чувственности последнюю рубашку отдать. Это обычно люди, которые страдают за чужие грехи, и в романе, в общем-то, он берет на себя грех от соубийства. Значит, он там его, мечет его душу от края до края. Это бескрайняя душа, такая, как вы привыкли видеть русских. Он полная противоположность Ивана, но он тоже такой, не из тех самых лучших типажей. Смердяков, как бы, этих тут точно хватает. Это прижитое от прелюбодеяния, с бедной дурочкой, значит, от развратного папаши, человек, который, протягивая каждую фразу и в конце добавляя букву «с», там «почему», «с», «потомус», медленно говорит, что «я всю Россию ненавижусь». Этих у нас хватает тоже. Смердяковы расплодились, значит, в определенных условиях они плодятся, как бы, там плесень живет в одних условиях, тараканы в других, а смердяковы живут в тех условиях, в которых мы жили с ним недавно. Карамазов старший, чрезвычайно колоритная фигура, этот тоже есть. Про него долго говорить не буду, но я надеюсь, что вы знаете. Алеша, без Алеши не бывает России. Если Алеши нет, Россия не состоялась. Это самый главный пазл. Он тоже Карамазов. Он же тоже говорит, Карамазовские бури во мне, я чувствую явно. То есть он причастен ко всему тому, что бурлит в его родных братцах. Но это Алеша. Это вот та десятина. Десятина, которую наш народ приносит на Божий алтарь. Знаете, в чем смысл десятины? Если у меня, например, здесь есть 10 мешков картошки, моих мешков, не украденных и даже не купленных, а выращенных и собранных, вот таких вот настоящих, моих мешков картошки, 10. Если я один мешок отдаю, допустим, тому, у кого нет денег на картошку, ну, чтобы запастись на зиму, то смысл в том, что один отданный мешок, чистая десятина, освещает оставшиеся 9. В этом смысл десятины. Если я десятую часть отдал, то 9 десятых оставшихся у меня, для меня, они стали святыми. Из 10 рублей отданный рубль освещает 9 оставшихся. И в народе так же происходит. Если в народе перестали рождаться монахи, которые идут туда, не туда, а туда, не просто прямо, но прямо и вверх, значит, народ обессилил, как бы, и потерял свою родовую силу. Ну, как бы, месторождение закончилось. Надо искать новые, как бы сказать, сверлить новые скважины, как бы, значит, здесь больше нефти нет, как бы, да? Там земля больше не рожает. То есть истощилась почва, короче. Алёша очень нужен. Я вот, когда посмотрел на нашу жизнь, таки, значит, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, всё совпадает. Алёша есть, пока ещё есть. Иваны, как бы, везде, особенно в учебных заведениях. Потому что Болонская система, Болонская система делает из Карамазова Ивана. Она творит Иванов Карамазов. Болонская система в частности. Не только она, не она одна, но вообще, в принципе, это западопоклонство, как бы, это Иван Карамазов. Он и есть убийца, вижу прочее. Иван Карамазов и есть отце-убийца. Он убил своего отца. Ну, это надо почитать. Для того, чтобы всё стало на место. Потому что это роман про сегодняшний день. Не про предреволюционную Россию, а про какую-то такую вечную Россию, такую, значит, тянущуюся, такую, длящуюся Россию, которая до сих пор продолжает быть Россией. Иван теоретически убивает отца, смердяков фактически приводит приговор в исполнение, Митя отвечает за чужие грехи, Алёша, как десятина, освещает всё, что осталось. Алёша всё ещё есть, поэтому жизнь продолжается. Но это же нужно для себя раскрыть, чтобы дальше жить. Потому что если ты вдруг поймёшь, например, что мы больше не русские, а на каком-то этапе ты вдруг поймёшь, что мы больше даже и не люди, а как жить потом, если ты вдруг поймёшь, что мы больше не люди? Когда, например, в твоей стране, например, ты живёшь, допустим, не в России, которые люди считают очень несвободной, очень жестокой, очень какой-то страшной страной, какой-то такой. Другие страны считают хорошими. Вот ты живешь в какой-то хорошей стране, и твой ребенок, например, в 4-5-летнем возрасте, получая вдруг какую-то мощную, мощный заряд какой-то пропаганды от взрослых клоунов, и заявляет о том, что он больше не будет мальчиком, он хочет быть девочкой, и ты, папа, обязан сделать все, чтобы купить мне таблетки. Я начинаю гормональный переход, папа. Теперь я буду Синди, раньше я был Сэмюэл, теперь я буду Синди. И ты не имеешь права сопротивляться папому желанию, мне об этом сказали в школе. И это не один факт, это будет 2, 3, 5, 7, 100, 150, 2500, а сколько нужно этих фактов, чтобы мир опять сгорел, как Содом и Гамора? А кроме этого есть другие факты, потом еще 3, 4, 5, 6, и вдруг ты понимаешь, а мы больше не люди. Мы не то, что не англичане уже там, или не французы, скажем, или не русские, мы уже, может быть, совсем и не люди, как жить вообще? Тогда жизнь становится невозможной. Она физически возможна, а нравственно нет. А человек, который нравственно почувствовал, что жить больше незачем, он больше ни на что не способен, кроме самоубийства. И, в общем-то, наша эпоха это и есть такой, значит, генератор идей для совершения самоубийства разными формами и способами. А нам же надо жить, мы же хотим жить, мы же приходим в мир для того, чтобы действительно жить, этот воздух степной пить и по звездным морям плыть и бессмертными быть. Кстати, советская песня, между прочим. Нет, нет там, да и прорвется что-нибудь туда в советские тексты, какой-нибудь бах такой, что-нибудь там про бессмертие, например. Вот я напоминаю свою реплику в начале нашей встречи о том, что на каком-то этапе вы можете проснуться, не то что проснуться, я уверен, что вы не спите. Как бы вы можете пожелать перевести беседу в русло вопрос-ответа какого-нибудь или какой-то реплики. Мне это будет, не знаю, будет ли мне это приятно или интересно, не знаю, врать не буду. Может быть, мне это будет неприятно и неинтересно. Но это будет, по крайней мере, интерактивно, это будет понятно, что вы что слышите. До сих пор я же не знаю, что вы слышите. И как оно там в вас заходит, и что оно там в вас рождает. Вчера мы собирались с людьми в одной из аудиторий вашего города, кстати, интересного города очень. На прощание вчера после встречи мы даже такую мысль произнесли, что каждый человек, живущий в своем родном городе или в городе долговременного пребывания, допустим, родился человек в Самаре, а живет в Казани, потому что учится здесь, предположим. Каждый человек, долго живущий в одном и том же месте, интересном месте, историческом месте, должен за время своего пребывания превратиться в такого добровольного гида, чтобы не быть туристом в собственном городе. Чтобы если я приезжаю, например, чтобы если ваша двоюродная сестра приезжает к вам с Архангельска, чтобы вам не нужно было нанимать платные услуги какого-нибудь там гида, чтобы вы сами могли в течение дня, как минимум, водить человека по городу и говорить, здесь жил тот, здесь тот, это доска мемориальная в честь того-то. Этот храм появился тогда-то и было здесь вот это, а вообще-то город начинается оттуда, вот в этом районе жил там тот-то, вот в этой пекарне Чехов зарабатывал первые свои копейки, а там пел Шаляпин. И чтобы как бы, чтобы мы, это тоже, кстати, обретение родины. Это тоже обретение родины, потому что большинство людей живут в собственных городах как туристы. Я однажды ехал, не хочу это забывать, говорил об этом в разных аудиториях, но еще раз скажу. Однажды ехал из Белгорода, а в Белгороде там есть такой величайший святой, Иосаф Белгородский, это Екатерининский, 1745 год, 54 год, кажется, время его смерти, 18 век. Святой уровня Николая Чудотворца. И как бы у нас зашел разговор там с жителями Белгорода, с коренными. И оказалось, что они вообще ничего про него не знают, вообще ничего. Как если бы, например, вы никогда не слышали про икону Божьей Матери Казанского. Или, например, там никогда не слыхали там об Иване Грозном и о том, что он каким-то образом связан с вашим городом. Ну то есть, вот живут как туристы. Где бы ни жили, вот живут как туристы живут. Не знают ничего и знать не хотят о том месте, в котором они живут. Например, человек живет, например, на улице, там названной во имя там ну кого-то. Инженера, доктора, герой Советского Союза, там кого-то героически погибшего, революционера, кого хочешь. Но надо же узнать вообще на улице в честь кого я живу. Человек может прожить 40 лет на улице имени там какого-нибудь там Алишера Наваи. И ни разу не залезть в энциклопедический словарь, чтобы узнать, кто такой Алишер Наваи. Я здесь живу уже 40 лет. Ну есть же такая вещь. А что хотеть от такого человека? А потом ему говорят, духовный выбор. Перед вами стоит духовный выбор. Как ты можешь выбирать вообще, если ты вообще ничего не знаешь и знать не хочешь? Если ты выбирать можешь только между сапогами этой фирмы, сапогами этой фирмы. Или между гамбургером здесь и чизбургером вот тут. Но это же не выбор как бы, это тоже выбор в принципе, конечно, тоже выбор. Но это не экзистенциальный выбор. Он не духовный. И от него, в общем-то, если ты ошибешься в этом выборе, ничего не случится. А вот есть такие уж другие вот эти вот духовные выборы человека. И вызовы современности. Вызовы современности. Вот мы уже успели как бы сказать вам о том, что, произнести эту фразу о том, что мы-то уверены, что мы движемся вперед, и мы уверены, что те, что жили раньше, жили хуже. А еще мы уверены, что они были глупее. Как-то так подкожно мы уверены в этом. Потому что они не могли придумать айфон. А как без него жить? Я без айфона жить не могу, а они жили. И придумать его не могли. Значит, они глупее. Технически отсталые, папуасы какие-то, значит, белолицые, которые как бы жили очень несчастной и странной жизнью. И зачем они жили, интересно, вообще? Эта масса народу, зачем она появлялась на свет и куда-то исчезла? К чему это все? Если у них не было ничего, что есть у меня. Горячей воды в кране, ватер-клозета, там, городского транспорта, обязательно айфона, там, других гаджетов, компьютера, интернета. Ничего этого у них не было. Значит, я живу лучше. Значит, мы, в принципе, коллективно умнее. А про то, как они жили, мне даже думать страшно. Ну, как-то примерно так мы об этом думаем. А ведь все совершенно наоборот. Идея прогресса, как бы, значит, бесконечного прогресса, это вообще совершенно басурманская идея. Да и с ней, ну, как бы, если к ней присмотреться, как бы это вообще обман и подлог на каждом шагу. Потому что не идет ничего так вот, просто прямо, как бы, знаешь, начерченная линия там на доске. Так все сложнее идет. А иногда просто в обратную сторону. И вот с этим, собственно, миром там надо и разобираться. Вот, допустим, одна женщина-музыковед пишет ученую работу. Развитие русской духовной музыки от знаменного крюкового пения, там старообрядческого, да, до литургии Рахманинова. Начинает погружаться в эту тему, пишет, 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 пишет. Три-четыре года проводит в предметном изучении того, о чем она пишет. И пишет, в конце концов, название своей работы так. Так, деградация русской духовной музыки от крюкового знаменного пения до литургии Рахманинова. Потому что это не развитие, это именно деградация. Это техническое усложнение и духовное внутреннее опустошение. Цацок больше, смысла меньше. Ну и вообще, это движение в сторону конца света на самом деле. Но это же надо, как хитро все придумано, что мы деградируем в полной уверенности, что мы развиваемся. То есть на 100 браков 70 распадается, на 10 зачатий 5 убиваются. Мы начинаем сомневаться вообще, бинарен ли мир. Это простая вещь, которая мужчина-женщина, человека сотворил их. То есть мужчина-женщина сотворил их. Тут люди допускают помысел о каких-то еще гендерах. Каких? А где? А вообще, все богатство мира описывается при помощи нуля и единицы. А больше ничего не нужно. Для того, чтобы цифровизовать всю Вселенную и все знания, которые есть в ней, нужно только ноль и единицы. При умелом пользовании бинарного кода все богатство информации полностью описывается. Не нужно ноль, один, два, три. Нужно только ноль и один, это что вам любой компьютерщик скажет. А мы начинаем сомневаться, что мир бинарен, достаточно бинарен. Начинаем, как бы, а где прогресс, подождите, а как? А при этом мы уверены, что, значит, а король-то голый, оказывается. Если, например, не из одной речки нельзя просто черпнуть воды и выпить. Вот есть экологическое движение. Давайте страстно бороться за сохранение экологии. Еще сто лет назад можно было пить кружкой из каждой речки. Экология была, и понятия экологии не было. И борьбы за нее не было, потому что она просто была. Так где прогресс? Если нужно строить очистительные станции, чтобы у тебя в кране вода потекла, которую пить можно, не боясь травиться. Это прогресс или это регресс? Это что вообще? Вот религиозная жизнь, чем сложна? Она заставляет проснуться. Она тебя тормошит, как бы, и поднимает тебя из этой, как бы, приятной спячки. А дальше что? А дальше борьба. Как говорит Феофан Затворник, если совесть человека пробудится, а лекарство евангельское человеку дано не будет, других вариантов, кроме самоубийства, у человека не останется. Если моя совесть проснулась, встрепенулась и ужаснулась, но никто не утешил меня, не дал мне силу дальше жить, а это именно Господь дает. Господь дает и смысл, и силу, и терпение, и все остальное. И перспективу, правильно. Если вдруг моя совесть пробудилась, а силы и ума не добавилось, и Бог как был далек для меня, как был сомнительной идеей, не живой личностью, а с сомнительным вопросом. Есть, нет. Тогда все, я погиб. Вот поэтому люди не пробуждаются. Поэтому духовного пробуждения не наступает, такого массового, как хотелось бы. Люди продолжают жить в каком-то сомнамбулическом состоянии или травить себя какой-то, значит, идеологическим наркотиком. Постоянно носить наушники в ушах, чтобы слышать какую-то музыку. Потому что иначе повыключай, и все. Знаете, как тишина пугает современного человека? Как чистого психа. Оставаясь в состоянии полной тишины на очень маленькое время, человек тут же попадает в панику. Он не может, он, кажется, не выносит тишины. Ему нужна постоянно шумовая завеса, звуковая шумовая завеса. В магазине, в маршрутке, дома. Потому что он, оказывается, необследованный псих. Он невротическая личность. Он страшно боится тишины. Тишина начинает шептать ему что-то. То ли совесть просыпается, то ли какие-то ужасные мысли, отодвинутые на край сознания, перемещаются к центру. То ли что-то еще. Но тишину же мы не выносим. И петь не умеем. Когда вы сдали курсовую работу, получили пятерку. Вы тоже не поете. Прыгать можете, петь нет. Это же великая потеря. Мы по дороге потеряли вообще все. Как машина, как в мультике. Ехала, ехала. Из нее высыпали все детали. По дороге потеряла все детали. Осталось только два моста. Не со всеми колесами. Ну, кошмар какой-то. По сути, кстати говоря, это все было предвидено и предсказано, интересно. Вот та эпоха, которой мы гордимся. Вот, допустим, в том же 18 веке, о котором мы уже сегодня говорили, частично, краешком языка касались его. Был такой, в Греции был такой святой Косма. Косма. Косма итальянский. Он каким-то образом, ему была открыта вся трагедия будущей чельской жизни. И он говорил своим слушателям, это еще не было двигатель внутреннего сгорания. Еще не было ничего из того, что есть кругом везде сейчас. Ну, электричества, конечно, не было. Он говорил, будет время, когда два, три и более сел будут жить в одном доме. Люди говорят, как это? В одном доме три села. Он говорит, не спрашивайте, как, просто запоминайте. Говорит, будет такое время. В одном доме будет жить три села. Четыре села. Вот в окно, посмотри, вот стоит свечка. Там помещается примерно три-четыре села. Но это же совершенно другая жизнь, вы понимаете, что в селе все всех знают. А в 25-этажной свечке никто не знает никого. Это те самые количественные три села, как бы вытянутые вверх, в вертикальную струну, в которых никто никого не знает. Это как бы бетонные клетки торжествующего эгоизма. Так жизнь сложилась. Не то, что мы плохие, но жизнь так выстроилась, что вот, говорит, будет три-четыре села, будут жить в одном доме. А по дорогам будут бегать телеги без лошади. А бегать будут быстрее зайцы. А по небу будут летать железные птицы. Иногда просто птицы. Иногда брюхи будут людей носить. А иногда будут плеваться огнем. В 18-м веке греческие крестьяне, когда слушали его, конечно, они думают, ну что он несет вообще. А только сейчас мы уже понимаем. И таких много у него пророчеств только. И он, в частности, говорил нам о том, что... Ну нам, им, а потом это стало достоином всего мира. Он говорил, что воры настоящего, он говорил, одеваются в шкуры и живут в горах. Прячутся в горах. А воры будущего будут одевать дорогие костюмы и ходить, не прячась, по улицам больших городов. А еще говорил, стройте школы. Ну греки тогда были под турками. И турки много потрудились для того, чтобы греки забыли, что они греки. Поэтому Косма всегда подстегивал этот бедный угнетенный народ, чтобы они не забывали, что они христиане, греки, учили грамоту, строили школы. Говорит, школы строите, стройте школы. Но рано или поздно к вам придет беда от образованных. В школах будущего будут учить тому, что вам на голову не налезет. И еда будет такая, что вы будете есть, 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 а наеста не сможете. И будут такие времена, когда жизнь будет настолько роскошная, что будет казаться, что вы едите золотыми ложками. Но потом это вдруг внезапно кончится, и не будет внезапно что делать. То есть он описал, что к этому святому возник повышенный интерес вот именно сейчас. Лет 15 назад, уже 20, когда в Греции было несколько каскадных кризисов, когда они набрали кредитов, не смогли их отдать, убили сельское хозяйство, столкнулись с большими экономическими проблемами, они вспомнили это с того косьму. Потом ковид, потом еще что-то, потом это все это. Предчувствие Третьей мировой, он стал очень интересен. На ковид, он все это видел. Видел, как будто взерцали неком, как сквозь магический кристалл у того же Пушкина. Он говорит, будет весь мир опутан тонкой проволокой, так что если ты чихнешь в Москве, будет слышно в Константинополе. Откуда этот афонский монах 18 века имел такую точную фотографическую картину современности? И он говорил, бедные вы, бедные. Вот все у тебя будет, и вот этот телега без лошади будет бегать. Это понятно, что машины, быстрее зайца будет нестись. И птицы железные полетят. Ты будешь чихать в одном месте, а слышно будет через 100 верст. Но до чего же будет невыносимая жизнь в это время, говорил Косьман. И вот мы в ней живем, совершая постоянный духовный выбор. Это, кстати, вызовы современности. Те самые вызовы современности. А что делать? Дальше? Ну и что дальше? Ну, дальше. Я, например, ожидаю, надеюсь, верю, не отчаиваюсь, ожидаю религиозного возрождения, религиозного ренессанса в пространстве вот этого нашей цивилизации. Вот у меня есть такая надежда. Несмотря на то, что все, что я перечислил, это я тоже вижу, это не выдумываю, это есть. Но, тем не менее, у меня есть надежда на то, что нас ожидает возможный, потенциальный, как вариант. Вариантов же всегда несколько. Надо выбирать. Вот это, собственно, есть выбор. Выбирать можно, когда перед тобой четкая картина, ты понимаешь все плюсы и минусы этой четкой картины. И выбираешь не то, что вкусно пахнет, а то, что является полезным и необходимым. Вот я лично, например, имею такую довольно утопичную для некоторых, кажущуюся утопичной, но все-таки надежду на то, что в рамках нашей цивилизации возможен еще религиозный ренессанс, который отразится на жизни общества психическим здоровьем, в отличие от сходящих с ума целых стран и континентов на самом деле, крепкостью семьи, всплеском рождаемости, творческим отношением к труду и к земле, на которой ты живешь, когда люди вдруг почувствуют удовольствие от того, что они начнут делать что-то своими руками. Это тоже очень великая вещь, очень нужная сегодня. Почувствовать ту радость, которую никогда не узнает ангел. Знаете, как один из святых сказал, что ангел никогда не будет радоваться такой простой радостью, как радуется плотник после того, как он сделал новую табуретку, и она у него хорошо получилась. Нету этой радости у ангела. Он никогда не проведет рукой по свежеструганной доске, не посмотрит на нее, на эту шлифованную поверхность, на теплую шлифованную поверхность, говорит, ах, хорошо получилось. Вот этого у ангелов нет, а у человека должно быть. Он должен уметь делать что-то своими руками, получить истинное удовольствие от этого. Он должен опять петь, он должен опять запеть посреди работы и отдыха. У него должна запеть душа, он должен воскреснуть. Ибо для этого нас создал Господь. Он не бросил нас сюда, как в темницу, в какой-то сумасшедший дом с необследованными пациентами. Он сюда нас привел, как в некую таинственную лабораторию, в которой мы должны набраться мудрости, опыта, знания, и потом пойти дальше. Покинуть эту аудиторию и перейти в другую. Закончить это учебное заведение и пойти выше. Из школы, из института, из института в академии. Он нам целую лестницу выстроил. Лестницу для того, чтобы мы поднимались. Есть такая надежда у меня. Но для этого действительно нужно совершать духовный выбор и прекрасно понимать, какие вызовы таит в себе современность. Мир стал впервые по-настоящему глобален. Мир стал очень информационно плотен. Кстати говоря, информация, которую мы потребляем массово, превращается тоже в такую интересную вещь. Информационная зависимость современного человека похожа на наркотическую. Искать каждый час новых новостей, это означает быть душою встревоженным и постоянно находиться в состоянии предпаники. Это опасная вещь. И нам никогда не говорят полноты картину, не сообщают. Удивительно, что мы все получаем одну и ту же информационную картинку по всему миру. Как будто эти новости нарезают на одной и той же новостной информационной кухне. А потом рассылают на разных языках. На испанском, португальском, арабском, китайском, как бы по всему миру. Поразительно, насколько пестрый мир и насколько однообразная ежедневная информационная картинка. По всем телевизорам мира показано одно и то же. А в мире происходит масса вещей, которых мы не знаем. Это тоже вызов современности. Умение работать с информацией, например. Чрезвычайно важная вещь для человека современного. Вернуться к книге, например. От электронных всех этих вещей, от экранов и мониторов вернуться к книжке. Книжка друг, книжка теплая. Книжка не предаст. Тоже важная вещь. Потом вопрос информационной гигиены. Когда ты сознательно устраняешься от получения ненужной для тебя информации, сохраняя душу максимально здоровой. Тоже важная вещь современная. Когда ты вырабатываешь сознательное отношение, личное сознательное отношение, желательно религиозное, ко всем новейшим формам социальной активности и половой принадлежности. Когда ты говоришь, вот этого я себе не позволю, и вот этого я себе не разрешу, и вот так и детей воспитывать не буду. Потому-то, потому-то и потому-то. Это очень серьезный вызов современности, который раньше не было, который требует нашего свободного выбора. Но для всего этого, конечно же, человеку нужно погрузиться в проблематику. Ему нужно прочесть первоисточники, нужно засунуть нос не в одну церковь и не на пять минут. Нужно познакомиться и с исламом, кстати, познакомиться нужно. И поговорить с теми друзьями, которые считаются в вашей среде более верующими, чем вы, чтобы они вам рассказали о своем. У каждого же есть своя история. Лучше всего человеку учиться на историях, рассказанных от сердца к сердцу. Самая интересная форма обучения. Когда кто-то умнее тебя, расскажет тебе то, что прожил лично. Вот это и есть сознательный духовный выбор современного человека, учитывая вызовы небывалой современности. А если не будет ничего этого, тогда такое страшное словосочетание, как конец света, приобретает свои конкретные очертания. Смерть одного человека – это очень страшная вещь, очень трагедийная и не вмещающаяся в отдельно взятую голову. Вообще у Розанова есть такая фраза даже, что вообще непонятно, как люди придумали имя для этого явления. Что смерть настолько таинственна, что для нее вообще имя, имя вещи – это, по сути, выраженная сущность вещи. И то, чему дано имя, оно уже не страшное. Как только ты дал чему-то имя, ты, по сути, овладел тем, что ты назвал. Это так. Магия имени такова, что то, что ты назвал по имени, стало твоей собственностью. Имя вещи – это есть сама вещь в некоторых философских системах. Он говорит, как это вообще можно было смерть назвать хоть каким-то именем, придумать имя для этого? Оно же ускользает от называния. Оно же таинственное и грозное, и ты не владеешь им. Так что смерть одного человека – это великая тайна, в которую трудно проникнуть. А смерть всей Вселенной – это вообще невыносимая вещь. И смерть всей Вселенной впервые в истории стала совершенно очевидной и возможной. И очень не хочется. Очень не хочется жить в те времена, когда всё будет рассыпаться на твоих собственных глазах. Когда это расщепление мира на атомы и полное разрушение всего, неуправляемое и более неконтролируемое, будет совершаться и с тобой, и со всеми, кто рядом. И ты вдруг поймёшь, что… А уже поздно что-то делать. Уже всё. Знаете, как у того же Достоевского, как называется ад? Каким именем он нашёл мудрость выразить адскую реальность? Он говорит, ад – это не больно и не страшно. Ну там страшно и больно, но это не главное. Ад – это поздно. Ад – это поздно. Вот когда всё, ты говоришь, а можно ещё один билетик, ну как на экзамене, а можно я ещё раз попробую, можно я приду на пересдачу? А тебе говорят, нет. То есть ты думал, что ты пишешь на черновике, поэтому там ставил клякс и перечёркивал, оказалось, что чистовик, у тебя её забрали и ставят тебе оценку, от которой зависит твоя будущая судьба. Да это даже ерунда всё. Всё просто распадается. И поздно что-либо исцелять. Вот это, конечно, очень серьёзная вещь. И вот моя вера заключается на сегодняшний момент в том, что ещё не поздно. Вот это включение человека, отдельно взятого человека, в эту, как её ещё назвать-то по-другому, вот эту густую проблематику современную. Сегодня каждый человек призван быть немножко мистиком, немножко теологом, немножко философом, немножко пророком и немножко историком. Может быть, раньше такого не было, не знаю, но сейчас мы просто обязаны быть религиозно-гениальными, для того, чтобы просто выжить, чтобы с ума не сойти, чтобы в демона не превратиться, в симбиоз как бы скота и демона. У дьявола есть свой приблизительный план, какими он хочет видеть людей. Кое-что нам известно как бы об этом, да. Он хочет, чтобы люди были полусвиньи и полудемоны, чтобы они были грязные и злые, нравственно грязные, духовно пустые и душевно злые. Злые, грязные и пустые. Это как бы понятный слой. У Льюиса есть такая интересная идея. В книжке «Письма Баламута» он описывает, оригинальная очень книжка, книжка состоит из диалогов, глубинного демона, командира, который командует каким-то мелким бесом, который вертится вокруг одного христианина, пытаясь его соблазнять. Этот глубинный демон дает ему команды из преисподней, а мелкий бес отчитывается перед ним в проделанной работе. Это как бы книжка наоборот. В этой книжке все, что должно быть хорошо, изображено как плохо, ибо демоны боятся молитвы, ненавидят терпение, ненавидят целомудрие, а все, что плохо, выглядит как хорошо. Очень оригинальная книжка. Чрезвычайно. Сама идея гениальная. И вот в этой книжке, значит, там этот глубинный демон, командующий мелким бесом, говорит, нам очень важно, чтобы в отношении нашего врага, врагом с большой буквы, в книжке называется Бог, нам очень важно, чтобы в отношении нашего врага люди были атеистичны, чтобы все, что связано с врагом, то есть Господом, было им неинтересно, чтобы они были апатичны и материалистичны, и атеистичны. То есть не хочу, не знаю, не буду, не люблю, не верю. Но чтобы они были вместе с тем очень мистично настроены, чтобы они верили в гадания, в приметы, в бабок, в астрологию, во что-то еще, что-то еще. То есть нам нужен мистический атеист. Это, говорит, глубинный демон, говорит, мелкому бесу. Слышите, что они хотят, чтобы человек был таким мистическим атеистом. Нужно помолиться Богу? Не, не, это не ко мне, я не верю. Нужно какой-то обряд совершить, отвернуться от солнца на восток или на запад, плюнуть через левое плечо, произнести какую-то формулировку, какую-то формулу. А что будет? А вот, значит, привлечешь к себе удачу. Это, пожалуйста, это я верю, это я делаю. Вот тоже, как бы, такая грань нашей жизни. К астрологу пойду, в звезды я верю, в храм не пойду, в Бога я не верю. Звезды на меня влияют, я это чувствую. И черная кошка, бегущая под ногами, как бы, значит, пугает меня, я туда больше не пойду, я разворачиваюсь. А все остальное, как бы, не, 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 ну что вы, там, ну, Дарвин, эволюция, там, значит, Ницше, Карл Марс, вполне отвечают на все мои духовные запросы. Вот тоже портрет человека современного. Мистический атеист, а по сути грязная пустышка. В отношении нравственном грязен, в отношении умственном пуст. Пуст и грязен. Ну как вот, ну как вот, ну как же дальше-то? Ну дальше так нельзя. А потом что? А потом получается, знаете, как, поскольку Он есть, Он есть, и как бы, ну, никуда ты не спрячешься от Него, говорит, куда мне бежать от шагов моего божества? Куда ни крутись, куда бы ты ни повернулся, Он смотрит тебе в глаза, значит, Он есть. И Он, у Него есть свои планы, кстати, еще. Он есть свои цели, Он не просто объект нашего изучения, только молчаливый объект наших исследований. Нет, Он активный участник процесса. Ты идешь к Нему, Он идет на встречу, там, ты бежишь за Ним, Он от тебя убегает, как бы, Он вообще ведет себя, как живой, как действующее лицо всемирной драмы. Так вот, у Него есть свои планы и свое действие. И Он, Он что-то хочет еще от нас. У Него есть свои желания в отношении нас. Он, например, говорит, хочу, чтобы ты был чуть-чуть мужественней. Хватит всего бояться. Переставай бояться. Бойся только меня. Будь мужествен. Будь тверд и очень мужествен. Как Иисусу Навину сказал. Или, например, Он хочет, чтобы ты был чуть-чуть, скажем там, условно говоря, воздержан. Глянь на Яна Притечу, чуть-чуть подражай Ему. Я хочу, чтобы ты был чуть-чуть похож на Него. Давай-ка, воздерживайся. Вот сейчас пост будет, начинай поститься. Я хочу этого. У Него есть свои желания. А ты как бы говоришь, да не хочу я ничего этого всего делать. Тогда Он имеет право испортить твою жизнь до невероятности. Если Он чего-то захочет, а ты с этим не согласишься, Он заставит тебя сделать то, что ты захочешь. И это один из гениальных ответов на все сложности нашей жизни. Вот болеют дети, вот началась война, вот там кто-то там еще что-то, вот там умер там внезапно тот-то. А почему это? Почему это? А потому что мы от хорошего хорошими не становимся. Потому что, если бы Он знал, что мы будем хорошими, настоящими, даже не хорошенькими, хорошенькие – это плохая категория, настоящими, если мы будем настоящими от умножения благ, то есть богатство, успех, там, не знаю, что еще там, красота, сила, здоровье, молодость, если бы всего это в избытке даст нам нравственную высоту, Он бы на нас высыпал столько богатства, столько здоровья, столько красоты и столько успеха, что мы бы просто не знали, что с этим делать. Но Он-то знает, и мы знаем, что чем больше денег, здоровья, богатства, власти, успеха, тем хуже, 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 хуже становится человек. И когда последним вариантом для Него остается наказать меня, Он наказывает меня. Наказать всех наказывает всех, вы все дожились уже до этого, Он может так сказать, да я сколько ждать буду вообще, вы что, с ума что ли посходили? Вы что, в аду, что ли, хотите оказаться? И потом хрячь всем по горбу, и все смотришь, и проснулись, какой-то там начали переживать друг о друге, о чем-то плакать, перезваниваться, а у тебя как, а ты что, давай я помогу, у тебя там что, короче, давай этому денег дадим, там этому лекарства купим, там этому валенки подарим. Начинается какое-то нравственное движение от беды, и уже пришла беда на нашу землю, уже на нашу землю, собственно, да, потому что и Харьков, и Мелитополь, и Мариуполь, это наша земля, она давно туда пришла. Пришла беда, еще не все все поняли, но уже потихоньку все больше и больше понимают, а почему, а зачем, а в этом всем есть Господь? Есть. А нравственный смысл в этом всем есть? Есть. Даже не сомневайтесь. А почему так? А потому что иначе вы не понимаете. Без угрозы получить похоронку или повестку, или без угрозы услыхать над собой свист снаряда, как бы, но не становится лучше, человек хоть ты убей меня. Почему, не знаю, но не становится. Факты доказывают. Значит, это последний довод живущего на небесах. Если упорство наше продолжится, и религиозный ренессанс, о котором я имел смелость, такую дерзкую смелость заявить чуть-чуть ранее, потому что ничто не указывает, что это возможно, но тем не менее я в это верю. Если религиозный ренессанс откладывается, а грехи продолжаются, никто ничего не понимает, тогда беды будут умножаться, будут хуже, хуже и хуже. А до каких пор? А до последних? До последнего поворота гайки, когда уже гайка резьбу рвёт, когда то, что происходит, называется конец света. Вот тогда, да. Когда хлеб невкусный, и когда человек утром просыпается, думает, Боже, когда вечер наступит? А вечером засыпает, боится заснуть и говорит, когда же утро придёт? Вот такой образ вечно боящегося человека описан в апокалипсисе. Утром скажут, ну когда же вечер? А вечером скажут, Боже, когда же уже утро придёт? И вот так с утра до вечера, это уже не жизнь, это уже ожидание вечной муки. За что вы скажете? За суету и за безбожие. Боже, этого хватит. Всего-то и хватит, чтобы быть суетным и безбожным. И не заметить самого главного, как у Крылова, там слона-то я и не заметил. Всё знал, всё умел, всё видел, всё понял, а Богу ни разу не поклонился. Это одно умножает на ноль всю жизнь человеческую. С математической беспощадностью человек, не поклонившийся Богу, хотя бы раз от всего сердца за всю свою жизнь, умножает на ноль всю свою прожитую жизнь. Это жёстко, но математика, вы сами знаете, это не литература. Там нет такого, да, да, нет, нет, там бац, и всё, работает навсегда. Обычно математики очень принципиальные люди, не умеющие лавировать и петлять. У них законы настолько красивые и точные, что они всегда говорят одно и то же, при любой власти. Ну вот это то, что я хотел вам сказать по части духовного выбора современного человека, исходя из тех вызовов, которые современность ставит перед нами, которых не было ещё в том форме и виде там в 19-м, 17-м, тем более в 15-м, 4-м, 6-м веке. Не было. Сегодня мир, да, глобален, проблемы, да, почти что одинаковые. Молодёжь, да, под одну и ту же псевдомузыку трясётся в ночных клубах и в Будапеште, и в Рязани, и в Ростове-на-Дону. Всё примерно одинаково и всё примерно отвратительно. Отвратительность и одинаковость стали маркером настоящей глобальности. И это всё нам не оставляет вариантов, когда мы читаем Библию, если мы её читаем, а мы должны её читать тоже, не оставляет нам вариантов того, что дело идёт по нотам. Это не случайно, это сценарий, в исполнении которого мы лично виноваты. Так что, дорогие студенты и преподаватели, хотелось бы, чтобы добрым плодом нашего сегодняшнего разговора была встревоженность. Я не пришёл вас чесать за ухом и хвалить вас за то, что вы умные, красивые, молодые, и что у вас вся жизнь впереди. Вот когда приглашают нас, священников, на какие-нибудь такие, вроде свадебного генерала, например, на выпускной вечер или на последний звонок. Я вот в силу должности я много раз ходил на разные звонки, последние, там и первые, и последние. Когда приходишь на последний звонок в какую-нибудь школу, и там какая-нибудь зарёванная директриса, искренне зарёванная, потому что она прощается с одиннадцатиклассниками, десятиклассниками, говорит там, или от родительского комитета, говорят им слова, с которыми я совершенно не согласен. Говорят, мы смотрим на вас, говорят взрослые, и мы так рады, что вы такие красивые. Это здесь ещё, я не смотрю, правильно, да, аминь, правильно, хорошо. Мы смотрим на вас, и так вам завидуем. Думаю, о нет, началась ерунда какая-то. Чё, кому? Им? Завидуем? Чего? Ты не знаешь, ты кого раньше похоронишь. Кого чего тут завидует? Кто-то на папиной тачке разобьётся, кто-то от передозы умрёт. Кто-то забеременеет случайно, сделает аборт тайком от родителей и испортит себе всю свою будущую жизнь. Кто-то восемь раз будет в ЗАГСе разводиться и жениться, разводиться и жениться, и это не жизнь, это наказание. А кто-то будет, короче, так и не найдёт себя. А кто-то, 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 короче, вариантов так много, в которых так много страха, что я извиняюсь, завидовать вам? О нет. Начинается. Что дальше говорят взрослые? Мы смотрим на вас, вы такие красивые, мы так вам завидуем, у вас вся жизнь впереди, у вас открыты такие огромные возможности перед вами, и мы так думаем, ой, если бы нам на ваше место бы оказаться, мы бы так были счастливы, вот как вы, вот так вот, полные сил, так выйти там под этот вальс, там, когда уйдём со школьного двора, тра-та-та думают, фу, какая чушь, какая глупость. Если взрослые люди говорят такую чушь, они вообще ничего не понимают в жизни, вообще ничего. Кому завидовать молодёжи никогда в жизни. Вот уж кому-кому, а им завидовать нельзя. Если ты переплыл реку юности, обернись назад, перекрестись, скажи слава Богу, сказал Феофан Затворник. Если ты пережил реку юности, переплыл реку юности, если переплыл ещё, а так вот на кладбище приди, там же пишется, родился, умер, там дата есть, там между ними помещается иногда не обязательно 70 или 80 лет, иногда 16, иногда 22. И войны не надо, чтобы на кладбище лёг молодой человек. Не нужно войны, нужны другие вещи. Если ты переплыл реку юности, да, обернись, перекрестись, скажи слава тебе Господи. А ещё что? А ещё то, что за порогом 100 дорог, а тебе нужна только одна дорога. А сколько ошибок у тебя есть? Ну, одна-две есть. Так что ещё можно исправить. Кое-что можно исправить, но не всё. Но количество проб не бесконечно. Ты попробовал себе здесь, 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 везде ошибся, а время тикает, а ты уже не молодой. А ещё дорога не выбрана. Это разве не мука? Кто дорог за порогом? В разные концы. И ты не знаешь, по какой идти. Мы хотим, как вы. Боже, сохрани. Никогда уже не хотел в жизни обратно возвращаться туда. Туда в юность, туда в детство, туда в молодость. Никогда в жизни. Не хотел еды, надеюсь, не выживу из ума до смерти. Никогда не захочу туда вернуться. Наоборот, у человека должна быть как маленький ребёнок, хочет быть взрослым. Говорит, я сам. Говорит, дайте ложку, я буду сам ей суп. Разлил всё там по себе, по столу, но он ест сам, он хочет сам. Давайте, он хочет, чтобы у него усы уже росли, там, он даже их рисует себе, там, каким-то химическим карандашом, там, в осустве родителей дома. Он хочет даже... Зачем пробует курить в детстве мальчишки? Половина из них, чтобы приобрести атрибуты взрослости. Просто повзрослеть хочется. Хочется быть как папа. Хочется... Девочки маленькие одевают маминые туфли, когда мамы дома нет, украсят себя, когда хотят быть взрослыми. То есть человеку хочется всегда туда, не обратно, не в детство, не в люльку, там, значит, не в ясли, а вверх, туда, во взрослость, в самостоятельность. Туда нельзя возвращаться. Вот. И вот плодом таким добрым, значит, нашего... нашей встречи, значит, поэтому я чесать за ухом вас, говорить там, вы такие умные, молодые, вы будущее нашей науки, вы будущее нашего государства, вы будете занимать там министерские посты, портфели, там, в разных там мин, 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 там, обрах, там, там, мин стройках, там, мин молодежи. И наша жизнь будет красивая, там, вкусная. Ну, как, короче, как у Чехова. Мы отдохнем, отдохнем, увидим небо в алмазах. Короче, вот такой чуши я говорить вам не буду. Потому что это абсолютная чушь, и ничего этого не будет на самом деле. Потому что все может очень скоро закончиться. Потому что больше нет смысла в этом. Раньше был смысл, но весь вышел. Выдохся. Выдохся. Как у Ходосевича. Такая пробочка над крепким йодом. Как ты быстро перепрела. Так вот и душа незримо сжет и разъедает тело. Если мы нравственно не изменимся, нам всем конец. Причем недалекий через 200 лет, а очень близкий и неизбежный. Поэтому на кону стоит по-настоящему нравственный и духовный выбор современного человека, исходя из тех кошмаров, которые ему подарила современность. Вот так это называется. И старому здесь легче, чем молодому. Молодой чем отличается от старого? Да очень мало отличается от старого молодой, если честно, исходя из наших котячих лет. Когда-то патриарх Яков оказался в Египте. И фараон спросил его, сколько лет тебе, отец? Он говорит, дни мои скудны и малы, владыка. Всего лишь 136 лет путешествует по земле раб твой. Люди мерили жизнь свою такими категориями. 136 лет проживший в своем уме, на своих ногах, ни в коляске, ни в маразме, патриарх Яков считал свои дни скудными и малыми. 136 лет. Что такое наши 60, 50, 40, 30 лет по сравнению с такой меркой? Если мы уже в 18 думаем, что мы все знаем. А люди в 136 лет называли свои дни скудными и малыми. Так что у молодежи, молодые, что-то эти категории тоже размылись. Что такое молодой, что такое старый? Это тоже трудно определить. Ну молодой, например, когда еще энергии много, есть такая бескомпромиссность такая, какая-то честность такая есть. Еще есть некое отсутствие усталости от процесса жизни, потому что жизнь, просто сам процесс жизни. Заснул, проснулся, поел, почистил зубы, пошел на работу. Сам процесс жизни, рутинной жизни, не нужно бам строить. Ты просто устанешь, годам к 30 уже устанешь, потому что сам процесс жизни приводит к некой усталости. Кстати, религиозному человеку в этом смысле легче. Ему есть где зарядить батарейки. Нерелигиозному человеку нужно заниматься каким-то симулякрами. Это обидно. Так что молодые как раз и должны совершать духовный выбор, исходя из вызова в современность. Если у вас возникли какие-нибудь реакции на все то, что я тут вам кричал в микрофон, то реагируйте, пока есть время. А нет так нет. Что-то осядет, что-то улетит, что-то отрикошетит, что-то останется. Кто-то с кем-то о чем-то еще потом заговорит из услышанного. В общем, я думаю, что вам не нужно доказывать, что жизнь не шутка. Вот, собственно, простой вывод такой. Не шутка. И что все не повторяется. Что нет ни одного шаблонного события в нашей жизни. Ни один день не похож на второй. Но уже предыдущий. Каждый раз все по-новому. Это понятно тоже. То есть черновиков нету, все начисто. Существует нравственный закон, нравственная мука, не зависящая от успешности и комфортности жизни. Человек – это нравственно мучающее существо, вечно борюще с проклятыми вопросами. Именно это и есть человек. И вот на этом пути нравственного этой борьбы должна совершиться встреча ваша с ним. То есть моя с ним, ваша с ним. У каждого эта встреча своя, потому что он – это не философская идея, не абстрактный какой-то символический знак. А он – это живой участник процесса. И он сам ищет нас. Он хочет с нами встретиться. Ему есть о чем с нами поговорить. Ему есть о чем спросить нас. Ему есть о чем ответить на наши вопросы. То есть он живой. И вот его нужно искать. Это, пожалуй, самое главное, что есть у человека в жизни. И если в этом вопросе человек вдруг потерпит катастрофу, повторяю, что все остальное станет большой знак вопроса. Ну вот, друзья мои. И больше не было чернил и колодаж сломался. На этом можно ставить или точку, или многоточие. Я замолкаю на 30 секунд. Здравствуйте, отец Андрей. Спасибо большое за все эти интереснейшие поводы для размышлений, которые вы нам дали о молодости, о русскости и о литературе в том числе. И вот в связи с этим я хочу задать вам вопрос. Вот вы говорили о том, что нам необходимо читать, пока у нас есть возможность это делать. И все мы знаем, что есть такая литература, которая не очень хорошо влияет на душу в том числе. И вот я бы хотел попросить вас дать какие-то пастырские рекомендации, что нам, русскому православному студенчеству, нужно прочитать до выпускного, до того, как нас захватит эта жизнь, полная различных трудностей и суеты. И то есть, неважно, религиозная, нерелигиозная, художественная, не художественная литература, может быть, несколько каких-то рекомендаций, что необходимо прочитать до того, как мы перестанем, собственно, быть студентами, для того, чтобы вступить в полностью взрослую жизнь. Спасибо большое. Как вы понимаете, это очень такая распространенная тема, когда люди составляют свой список избранной литературы. Сейчас уже, поскольку кинематограф овладел серьезной степени жизнью, люди составляют список своих любимых фильмов также, то есть фильмов непременных к просмотру. Ну, по мнению того или иного, там, для кого-то авторитетного человека. Я такой список сейчас вам не произнесу, безусловно. Я лишь скажу вам вот что. Что русская культура, литература, центричная культура. У нас почти все процессы, самые серьезные процессы наши исторические, описаны, уже закодированы в готовых текстах. Например, в Тарасе Бульбе, например, закодировано решение украинского вопроса, кстати. Оно там закодировано с гениальной прозорливостью, его нужно просто прочесть и понять, что будет дальше. Там Гоголь все почувствовал раньше. Там тот же Достоевский, например, там менее известный, но совершенно гениальный, Гончаров, не обязательно с обломом, но с обрывом точно. В общем, это вещи, которые нужно прочесть. русская литература должна быть предметом вашей любви, мне кажется. Если там попозже, если там брать, извиняюсь за свой русский, за свой французский, там есть тоже очень много серьезнейших тех, например, Платонов. Мне кажется, совершенно неизбежный, необходимейший писатель, тяжелый, своеобразный, у которого вообще главным героем является сам язык. Вот это для русскоговорящего, русскомыслящего человека Платонов, мне кажется, совершенно необходимый человек, писатель. Венедикт Ерофеев, Гагарин русской литературы, он взлетел только один раз и одним полетом прославился. Книжечка маленькая, сногсшибательно гениальная. Вот та сам «Москва петушки». Мне кажется, что поэзия Серебряного века очень нужна. И вся русская философия дореволюционная, и вот когда катастрофа была описана в деталях до наступления катастрофы. Вот это чрезвычайно важно. И потом весь философский пароход, например, это вся наша разреза на двое душа. Те, которые жили там, и те, которые жили здесь. Кстати, и советская литература чрезвычайно важна. Я вот не знаю Шолохова, куда его... Ну, конечно, он советский, сталинский, любимец Шолохова тоже совершенно необходим. Особенно сегодня. Вот «Тихий дон», например, хорошо бы перечитать или прочесть впервые. В общем, там столько имен, что если составлять из них список, он получится очень большим. Но здесь важен принцип. Надо читать. Читать надо. Из зарубежных имен там есть тоже огромное количество. Например, чтобы не обращаться к таким большим мастодонтам, которые писали, например, по тысяче пьесы, по 200 романов, ну, скажем, там типа Лопе де Вега, например. В те времена писатели были ужасно плодовиты. Ну, или типа Бальзака, например. Его же за всю жизнь трудно прочесть, он столько все написал. Например, есть такой гениальный человек, написавший очень мало, но совершенно необходимый. Это Паскаль. Блес Паскаль, он со своими мыслями Пенсе Паскаля, это настолько вечная книга, что я даже вот редко кого из западных поставлю рядом с ней вообще. Ну, вы знаете, что книги на каком-то этапе, в юном возрасте человеку нужно читать много. И мало того, что нужно много читать, нужна некая читательская среда, в которой люди обмениваются впечатлениями, мыслями от прочитанного. Ведь целая книга, одна большая, она ведь по сути может родить у тебя или оставить у тебя всего лишь одну мысль в виде вывода. Обычно писатели и надписывают свои книги эпиграфом, взятым из Библии, имея в виду, что вот именно об этом и будет книга. Именно эту мысль ты увидишь как бы на ладони, когда прочтешь целый-целый роман. Допустим, написан там эпиграф Канни Каренини «Мне отмщение и аз воздам». Книга, собственно, об этом. И ты можешь кого-то забыть из главных героев, запутаться в перипетиях сюжета, но ты вынесешь после прочтения книги именно эту грандиозную мысль. Мстить будет Бог, и он отомстит непременно. Как и написано в эпиграфе. Короче, вообще все богатство мировой литературы посвящено только двум темам. Это Бог и человек в своем взаимоотношении. Бог к человеку, человек к Богу. Только об этом написана вся вечная литература. Только об этом больше ни о чем, если честно. И каждая большая хорошая книга, оставшаяся в вечности, это книга, в которой есть хотя бы одна библейская идея. Хотя бы одна. Если в книге есть одна библейская идея, четко выраженная, эта книга не умрет в веках. Понимаете? Читать ведь нужно, например, мы посчитали бы с вами абсурдным читать, например, газеты 20 века, например, или 19 века. Ну, если кто-нибудь избрал себе такую профессию, научную тему, исследование какой-нибудь периодики в какой-то стране, это понятно. Но в принципе, зачем мне читать газеты, это такой жанр, который нужно читать только сегодня. Она уже завтра устарела. А читать, например, газеты 200-летней давности, как бы это даром тратить время вроде бы, да? То есть, я сейчас, к чему я... Каждый год, каждый день, каждое столетие в мире появляется такое огромное количество книг, что прочитать их физически невозможно отдельно взятому человеку. Но большинство из этих книг, появляясь на свет, остаются внутри своей эпохи и не выходят за ее рамки. То есть, они не содержат в себе ничего сущностно ценного для будущих поколений. Они рождаются в свое время и в свое время остаются. Например, сколько было писателей в Испании во времена, допустим, того же Сервантеса? И мы не знаем из них ни одного, ну, кроме специалистов по испанской литературе средневековой. Но в Сервантесе есть капелька вечности, это капелька вечно нужных смыслов, которая нужна будет, когда закончится рыцарство, когда закончится, начнется буржуазная эпоха, когда будет сумасшедший дом сегодняшний. Во все эти времена Сервантес будет интересен, потому что в нем есть что-то, чего мы не заметили во всех современных ему писателях. Поэтому они остались на полках, а Сервантес пошел гулять по миру. И вот мы читаем, в принципе, только те книги, которые родились 200 лет назад, 300 лет назад, но до сих пор не умерли. Это самые интересные книги, которые родились в свою эпоху, а интересны в нашу. Вот мы можем, например, там много чего не понимать. Допустим, он снял сюртук и одел шлафрок. Что он снял, что он одел, мне вообще непонятно. Я уже давно не ношу такую одежду. Это непонятный термин. Но вот все, что он говорит там, там, скажем, Онегин, Татьяне, она ему, это все важно. Уже мы по-другому одеваемся, по-другому танцуем, по-другому разговариваем, другую пищу едим, в другом мире живем, а все равно диалог его с ней, ее письмо ему и его письмо ей без слез считать невозможно. Значит, там есть капля чего-то такого, что будет интересно всегда и будет важно всегда. Вот это и есть вечная литература. Сервантес давно в могиле, душа давно его не знаю где, то ли в раю, надеюсь в раю, дай бог, что в раю. Уже никто не рыцарствует. Уже в его время был смешон этот Дон Кихот Ламанческий. Но уже рыцарей давно нету. Уже как бы все другое. А все равно люди читают, каждый раз прочитывают заново и пытаются опять воссоздать это на сцене или на экране, потому что оно оказывается актуальным. Вот эти книги, мне кажется, наиболее интересными. То есть нужно искать в этом море литературы, нужно искать ту книгу, которая написана сегодня, но жить она будет еще 100 и 200 и больше и более лет. Потому что прекрасно чувствуешь, когда книга написана сегодня и умрет завтра. Такие книги тоже есть, их очень много, их больше всего. Написано сегодня на сегодня, завтра уже неинтересно. В библиотеке забиты, всякой литературой ты берешь ее и открываешь, допустим, дата изда, дата выпуска в свет, там 1954, дата написания, там 1949, пытаешься читать, пытаешься вникнуть, пытаешься что-то взять для себя, зацепиться за что-то, ничего не получается. Ставишь на полочку с благодарностью, пардон, это не мне. Это в любом языке, в любой литературе такое есть. Поэтому надо искать то, что написали давно, оно до сих пор интересно. Вот именно в этой литературе и есть сущностное зернышко. Ну вот я в несколько имен сказал, на мой слабый розум, окажущиеся мне очень важными. Перечислять, конечно, очень долго можно. Вообще нужно, конечно, понимать, откуда ноги растут в нашей трагедии. Потому что, например, понять современную философскую мысль без Ницше совершенно невозможно. С Ницше нужно познакомиться, даже если неприятно. Это он является той фигурой, которая сумела артикулировать самые жуткие душевные состояния современного человека. То есть Ницше это чёрная звезда, которая зажглась над небос... Вот Чернобыль, это чёрная звезда, это не ядерная электростанция, это Ницше. Это он отравил третью часть звёзд. Например, совершенно необходимо читать Кавку, мне кажется, потому что у Кавки, по словам Борхеса, хранятся в кармане все ключи от современности. Кавка нигде не даёт ответов на самые жгучие вопросы. Хотя нет, иногда даёт. Иногда даёт. Я помню, в его дневниках я находил просто ошеломительные ответы на самые острые вопросы. Но в большинстве своих случаев Кавка очень гениально описывает тихий, бытовой, никому не видный кошмар, в котором живёт маленький, безбожный человечек современности. Это всё про современного человека. Он маленький, слабенький, безбожненький и живёт в своём маленьком сумасшедшем доме. И Кавка его описал гениально. Вот его тоже нужно, мне кажется, это просто, знаете, это как про музыку сказано. Если музыка пишется, например, современная музыка пишется, это кардиограмма эпохи. Вот рок-музыка, например, если она является музыкой современности, это кардиограмма эпохи, это паническая атака. Эта музыка отображает сумасшедшее состояние современного человека. Вообще музыка это кардиограмма, а литература это история болезни. Это хорошо детально прописанная история болезни современности. Поэтому литература нужна именно как фиксатор душевного состояния. Вот то, что касается многих, хотя написано давно, мне кажется, читать нужно в первую очередь. Не знаю, очень длинно рассказываю, но я думаю, что вы что-нибудь для себя схватите. Отец Андрей, спасибо вам за лекцию. Спасибо вам за все то, что вы делаете вообще для православия, для того, чтобы возрождалась духовная жизнь. Огромное вам за это спасибо. Приятно всегда послушать человека умного, мыслящего, старающегося творить правду. А каждый, творящий правду, приятен Богу. У меня такой вопрос, я постараюсь его коротко обозначить, о церкви и государстве. Сложный вопрос сам по себе. Кажется, два разных характера деятельности. К примеру, в духовном регламенте 1721 года красной нитью проходит в документе вот это словосочетание. Может быть, он как раз иллюстрирует этим словосочетанием то, что происходило в определенную тогдашнюю эпоху. Своебразная эпоха, своеобразное время. Там есть такое словосочетание «духовная политика». Вот опять-таки, кажется, два разных слова «духовность и политика». С одной стороны, Бог, спасение, смирение, покаяние. С другой стороны, допустим, та же борьба с экологической проблемой. Можно ли это как-то сопоставить? Нет ли здесь какой-то, при том, что они пытаются взаимосвязаться друг с другом, нет ли какой здесь фальши, о которой Хомяков тоже писал в свое время? Ну вот такой вот вопрос. А можно ли это, ну а можно ли, например, сопоставить это с теми же двумя противоположными друг другу словами, вот как в Евангелии, да, Бог и Мамона? Спасибо. Ну, идеальное взаимоотношение церкви и государства изображены на византийском гербе, который мы унаследовали в качестве одного из наших ныне действующих символов. То есть это две головы, равновеликие, занимающиеся каждой своей сферой деятельности. То есть этим визуальным символом нам дан как бы идеальный ответ. То есть не так, чтобы одна голова была большая, другая маленькая, не так, чтобы они кусали друг друга, не так, чтобы они обе были чахлые и висели как бы, значит, бессильно. То есть должно быть сильное государство, сильная церковь, разделившая между собой сферы влияния и не вмешивающаяся в сферу чужой компетенции. Это сердце одно, головы две, обе головы сильные и каждый клюв железный. Это тот идеал, который нам Византия передала, нужно к нему стремиться. Потому что в истории постоянно одна голова клюет другую, заклевывает туда полусмертие даже бывает иногда. Либо вторая оспаривает эту власть и так далее. А вообще надо, конечно, понимать, какое государство мы хотели бы построить, в каком государстве мы хотели бы жить, за какое государство мы хотели бы даже умирать, если хотите. Хоть это очень пафосно звучит, но тем не менее. Есть в современной политологии, там, это древний образ Левиафана, это гопсовский образ такой, это безглазово чудище. Это очень интересная тема, рождающая миллион всяких ассоциаций, там, литературных отзывов. Вот за Левиафана умирать не хочется, и Левиафана слушать не хочется, а хочется жить вот в этом византийском мире, в котором есть одно сердце и две головы, орлиные головы. Не куриные, а орлиные, да. Вот этим символом сказано достаточно много, пожалуй, даже всё, за что стоит бороться и что стоит делать. То есть две зрячие головы, не слепые, безглазые, беззрачковые бельма этого железного холодного чудовища. Левиафан, то есть это вообще ужасная вещь, это безглазое, холодное, бесстрастное чудище, которое одинаково жрёт и свежий цветок, и человеческую плоть, которое невозможно любить, которое может только бояться, которое может только убегать на самом деле, как можно меньше быть с ним связанным. Это всё вам известно, это известно всем, это слишком хорошо известная бытовая даже картинка. Железные колёсики, перемалывающие живую плоть человеческую. А хочется жить именно в византийской парадигме. Для этого, сами понимаете, нужно... Конечно, я одним этим... Надо книжку написать тогда. Как вообще православному молодому человеку, христианину, в принципе, не только православному, вообще как молодому современному человеку, найти точку приложения своих молодых сил, своих усилий, умных усилий, для того, чтобы он гордился своим государством, в каком государстве хотите жить. Если хотите, вот можно целое сочинение написать, такое всероссийское студенческое сочинение на две странички, чтобы каждый подумал сначала, потом не для галочки, а написал бы, в каком государстве я хочу жить. И что я лично хотел бы сделать для этого государства будущего, в котором я буду гордиться жить, в котором мне будет жить, как бы сказать, легко, свободно, широко, как бы, и вот... Чем я хочу гордиться, за что я не боюсь умереть? Это вопрос всенародный. Это не вопрос, как бы, обращенный к политологам и интеллектуалам, там, или к чиновникам государства. Это всенародный вопрос. Русский народ, он ведь, насколько терпелив, настолько анархичен, и насколько временами любит дисциплину, настолько же бунтует против нее. У русского народа очень сложное отношение с государством. Оно может гордиться целыми огромными главами своей истории, может не знать целые главы своей истории, может самому уничтожать себя самого, но в некоторых главах своей истории. Русский народ – это очень непростой народ. И его государственность, как бы, она вечно, так сказать, балансирует на грани одних и тех же проблем, на самом деле, на протяжении всей истории видных. В общем, то, что вы спросили, это на самом деле вопрос, обращенный к всем вашим сверстникам, вот в масштабах всероссийского диктанта, там, или всероссийского сочинения. То есть, а подумайте, попробуйте-ка сказать хотя бы несколько слов, разумных, выношенных, выстраданных слов на тему, потому что критиковать-то государство может каждый человек. Попробуйте-ка вы сказать, как бы, несколько выстраданных слов на тему, о каком государстве я хочу жить, и что я для этого готов сделать. И вообще, что я понял вообще за свою маленькую жизнь, о сложнейших отношениях между человеком и обществом, государством и гражданином. Это очень большая тема. Большинство людей не имеют ни одной мысли собственной в этом отношении. У большинства людей вообще нет ни одной собственной мысли, к сожалению. Есть такая страшная вещь, когда человек живет, а у него нет ни одной собственной мысли. Он повторяет каждый раз только то, что слышал по телевизору или прочел там где-то в газете. Поэтому, а вы сейчас подняли вопрос, который требует высочайшей степени гражданской ответственности, которая еще тоже давно вырасти. У римлян она вырастала там из одних установок, там у греков, у других, из других, у наших людей в периоды наполеоновских войн, из третьих, у сегодняшних людей. Не знаю, еще она вырастает. Вот символ византийский вернулся, а мировоззрение византийское не вернулось еще пока. У нас пока нет в народе византийского мировоззрения. Символы есть, мировоззрения пока нет. А что нужно сделать, чтобы человек мыслил по-византийски, в хорошем смысле слова? Вот именно в категориях двух сильных голов одного орла с одним сердцем. Это здесь есть и для церкви задачи, и для министерства образования, и просвещения, и для госслужащих. В общем, весь ответ на ваш вопрос – это продолжение вопроса. Вы просто обозначили проблему, на которую нужно думать именно мне и вам, если хотите, вам и вашим друзьям, мне и моим сослуживцам. Ответ на такие вопросы дает творческая история целого народа. То есть наша история должна дать ответ на этот вопрос. Спасибо, друзья. Самолет меня ждет, поэтому я буду улетать от вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok